Дорогие друзья, всем огромный привет! Вы на канале в гостях Уаннушки и сегодня я хочу рассказать вам, как я готовлю свой холодец. Холодец сегодня я буду готовить из свиной рульки. У меня здесь вот такая вот большая свиная рулька. Первым делом я заливаю ее обычной холодной водой и убираю в холодильник на 8 часов. Обычно я это делаю на ночь. После этого я сливаю воду и хорошо чищу рульку. При помощи ножа вот так вот сошкрябываю всю грязь с кожи. Все, рулька готова, она заметно посветлела. Я отрезала лишнюю кожу, которая мне не понравилась и теперь рульку необходимо залить чистой вкусной водой. Рульку я вымачивала в обычной воде из-под крана, сейчас использую вкусную фильтрованную воду. Наливаю воду так, чтобы рулька была покрыта водой примерно на 10 сантиметров. Кастрюлю ставлю на огонь, включая максимальный нагрев и жду, когда появится пена. Как появляется пена, я ее сразу начинаю убирать. Когда появится уже хорошее кипение, добавляю немного соли, примерно пол столовой ложки. И вот посмотрите, благодаря соли вся пена хорошо отходит наверх. Убираю всю пену и обязательно убавляю огонь, чтобы не было бурного кипения. Вот какое должно быть так называемое кипение. Посмотрите, мясо просто вот так вот должно томиться. Холодец крышкой я не накрываю, оставляю на 2 часа. Конечно же, холодец нельзя оставлять без присмотра, так как вода будет выпариваться и нужно будет убавлять огонь, чтобы холодец ни в коем случае не начинал кипеть, иначе он будет у вас мутным. Через 2 часа я добавляю специи. У меня это черный перец горошком и лук. В процессе варки рульку я обязательно переворачиваю несколько раз, чтобы она равномерно варилась, так как она уже не будет полностью покрыта вся бульоном. Также обязательно следите за нагревом, чтобы не появлялось бурного кипения. Прошло еще 2 часа, я убираю лук и собираю всю пленочку, которая образовалась на поверхности. Варю еще полчаса и беру пробу. Проверяю крепость бульона. Смочу пальцы бульона без жира, немного подую на пальцы, чтобы бульон просох и вот так вот должно все хорошо клеится. Если пальцы так не клеятся, продолжайте дальше варить еще 30 минут. Через 30 минут снова проверяйте бульон на крепость. В общем, холодец у меня варился 5 часов, я достаю мясо, пробую бульон на соль, солю по вкусу и добавляю чеснок, пропущенный через пресс, 7-10 зубчиков. Немного все перемешаю, накрываю крышкой и выключаю плиту. Пока я буду разбирать мясо, бульон хорошо настоится и впитает в себя весь аромат чеснока. Мясо хорошо отходит от костей, я выбираю все, что мне нравится, все, что мне не нравится, я выбрасываю. Бульон хорошо настоялся, теперь я все процеживаю. Сейчас очень удобно сверху убрать жир. Теперь бульон равномерно разливаю по тарелочкам. В общем, бульона у меня получилось 1 литр и 300 миллилитров. Если хотите, холодец можно украсить листочками петрушки. Остывший холодец я убираю в холодильник на несколько часов, для того, чтобы он застыл. Вот такой вот холодец у меня получился. Нам очень нравится такой холодец, бульон получается насыщенный, очень вкусно пахнет чесноком. Как вы заметили, кроме лука, черного перца и чеснока, я ничего не добавляю. Кто-то добавляет корень петрушки, морковку. Каждая хозяйка готовит по-своему, но на мой взгляд, это самый вкусный вариант холодца, который понравится абсолютно каждому. Друзья, пробуйте, готовьте. Очень надеюсь, что вам понравится мой вариант приготовления холодца. Напишите в комментариях, как холодец готовите вы, раскройте свои секреты. Мне будет очень интересно почитать ваши комментарии. Спасибо, что были со мной. Я всем желаю удачи на кухне, хорошего всем настроения. Не забывайте подписываться на мой канал и обязательно нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Я с вами не прощаюсь, впереди у нас еще очень много вкусного. До новых встреч!